всем привет с вами Эльдар Муртазьна слышу я вас плохо потому что пассивная звукоизоляция в этих наушниках работает очень и очень хорошо слышу плохо работает хорошо huawei free lace 2 pro это второе поколение которое выходит через два года после первого как вы видите наушники lace это ну такая веревочка она силиконовая которую вы можете надеть на шею и при этом наушники не будут спадать на магнитных защелках вы можете вот так защелкнуть наушнички если они играли как только вы вот так соприкасаетесь они прекращают играть магнитики достаточно надежно держится и это наушники для тех кто занимается спортом либо не хочет носить tvs наушники потому что tvs наушники ну либо вы носите их постоянно что не очень удобно особенно вы все либо надо вынимать их туда-сюда тут же поступает звонок вы можете тут же взять наушник ответить на звонок с помощью блока управления вот тут первое наверное о чем хотелось сказать блок управления достаточно высоко висит то есть вот если мы говорим вот про эти два блочка они висят высоко за счет этого они обеспечивают как раз таки крепления но вы видите наушники провод и так достаточно длинные то есть вне зависимости от строения вашего тела большая у вас шея как у меня или тонкая как у ребенка они будут крепиться хорошо сделано это в первую очередь за счет того что гибкий кабель где находится собственно электроника вот этот силикон кстати говоря в трех цветах салатные зеленые синие такой темно-синие черный черный самый наверное спокойный темно-синие интересное это вот такая молодежная расцветка мне хотелось чего-то по весеннему яркого я взял вот такой цвет он называется зеленый green ну скажем так это оттенки зеленого весьма вот если называть просто зеленый сразу нам приходит другой цвет конечно же не этот нежный он даже не салатный цвет такой не знаю как его назвать чтобы все понимали сразу сходу очень приятный цвет металлические вставки наушники практически невесомы то есть течение дня вот я ходил с ними какое-то время пару недель и в течение дня ты не чувствуешь наушники более того пока они на тебе болтаются вот так неважно что ты делаешь бегаешь прыгаешь просто с этими наушниками как-то ходишь в общем то все удобно и под верхней одеждой вообще весна в москве весна в москве если попал под град она замечательная и когда под курткой эти наушники ну в общем ничего не чувствуется с точки зрения того что они никак не мешают не прилегают к телу так чтобы было неприятно давайте наверное посмотрим на них вблизи я расскажу перед этим несколько вещей но всегда обязательно нужно сказать про технические характеристики динамические драйверы здесь по два микрофона в каждом наушнике сейчас я их покажу наушники поддерживают от 15 герц до 40 килогерц или 40 тысяч герц и в линейке huawei вообще мы имеем самые разнообразные наушники они все отличаются по звучанию и эти наушники не исключение любые наушники подчеркну нужно слушать вы можете прийти есть известный магазин где дают послушать любые наушники мне кажется они там тоже появятся обязательно можете послушать и сделать выбор насколько вам это нравится или не нравится наушники достаточно универсальны и помимо того что если вы занимаетесь спортом вас качество звучания не так забудет как какие-то другие моменты то все-таки здесь мне кажется надо обращать внимание на то как звучат наушники давайте посмотрим на них вблизи чтобы оценить что они умеют и насколько хорошо звучат значит если говорить про наушники на коробке написано hardware high-res wireless audio значок и high-res audio wireless то есть два значка которые показывают что наушники поддерживают высоком разрешении звук что такое высокое разрешение в конечно же кодеки по умолчанию здесь так как наушники работают с андроидом союз не суть важно с каким устройством вы подключаете кстати поддерживаться multipoint одновременная работа с двумя устройствами одновременно вы можете подключить наушники так вот high-res здесь означает это либо элдак кодек от sony либо l2 hc это фирменный кодек huawei значит сразу хочу сказать что затычки силиконовые силиконовых затычек здесь нет китайский вариант не играет никакой роли наушники вот лежали вот здесь соответственно в китае есть вот такая карточка у нас ее нету и есть вкладыши которые вы можете использовать с этими наушниками значит lr ну соответственно это правые и левые наушники это маленькие наушники большие medium сайс они собственно говоря размещены здесь света естественно в цвет все самих наушников то есть эти вставки отдельно эти вставки найти на рынке практически невозможно так что берегите их они кстати говоря не слетают наушники не имеют полной защиты от воды но защита от пота в них есть то есть действительно для спорта использовать их достаточно легко первое основное вот эта вставка она есть везде почему я говорю что наушники для спорта в том числе не всем она понравится потому что она упирается в ухо но лучше подбирать чтобы пассивная звукоизоляция была максимальная и она кстати говоря здесь очень и очень неплохо то есть действительно пассивная звукоизоляция в этих наушниках абсолютно шикарно на мой взгляд наушники приятно оформлены металлические вставки если мы говорим это левая сторона и правая сторона имеет вот такой блок управления при этом наушники активируются с движным рычажком здесь вот индикатор он сейчас загорелся белым светом зеленый цвет зеленый цвет обозначает что наушники подключились к моему телефону который находится рядышком вообще наушники устроены выключу их устроены очень просто клавиши регулировки громкости проигрывания долгим удержанием можно менять различные функции но самое главное что шумоподавление здесь есть и во время вызовов во время вызовов это искусственный интеллект алгоритм искусственного интеллекта и алгоритмы которые снижают уровень шума и справляются с этой работой кстати говоря очень неплохо что я хотел бы отметить на каждом наушнике два микрофона 5 микрофон то есть их всего 4 5 микрофон находится вот здесь за счет этого эти наушники по шумоподавлению выигрывают у обычных твс наушников твс наушники отличаются тем что вас по сути есть вот только вот такой кусочек но в максимум стебелек допустим есть где разнесены микрофоны и получить звуковую картину того что вас окружают такие наушники в полной мере не могут это ограничение маленьких наушников с активным шумоподавлением здесь анк активное шумоподавление 20 и работает она в автоматическом режиме анализируя окружающие звуки то есть тут есть пресеты которые связаны с тем где вы находитесь и три уровня регулировки вот этой громкости и шумоподавления работает кстати говоря очень очень неплохо запаса по громкости не плохой подчеркну что пассивная звукоизоляция вы подбираете наконечник силиконовый вкладыш под себя пассивная звукоизоляция очень и очень неплоха вы действительно слышите не шум города только громкие звуки например клаксон автомобиля как заряжать наушники немаловажно здесь батарейка 150 миллиампер час смотрите чудо какое происходит вот такой сбитой psy вы раскрываете наушник и он готов к зарядке заряжать его можно ну например от вашего телефона почему бы и нет собственно говоря давайте зарядим его от аппарата вы видите желтый огонек загорелся за 60 минут наушник зарядиться полностью за пять минут вы получаете примерно 5 часов работы наушника вообще максимальное время работы наушника 25 часов 25 часов это то что вы получаете без шумоподавления проигрывания музыки если вы активируете шумоподавление в зависимости от режима это 12-15 часов в зависимости от громкости под режимом я понимаю сколько устройств у вас подключено к наушникам два или одно а самое главное что вы используете приоритет соединения тогда кодек sbc или и си либо приоритет качество звука все это настраивается к слову сказать два давайте соберем наушники все это настраивается собственно в самом телефоне и если посмотреть на наушники ну то есть вот они будут мне подключены я включаю их и так вот я подключил наушники у меня вот они появились как супер устройства huawei рилейс мы можем посмотреть на наушники вот они у меня подключены 60 процентов осталось напомню что до 25 часов шумоподавление мы регулируем кстати говоря с левого наушника удержанием сенсорной панели эквалайзеры до 10 эквалайзеров можно выбрать усиление частот наушники играют не то чтобы нейтрально но бас здесь мягкий и это хорошо потому что электронная музыка классика здесь звучит очень очень неплохо звуконепроницаемость неплохо у вас есть режим усиления голоса если мы говорим про качество звука то о чем я говорил у меня стоит приоритет качество звука то есть кодеки которые имеют в общем-то высокое разрешение но это не aptx или aptx hd здесь этих кодеков нету значит левый наушник как я и говорил вы можете настроить если мы говорим про настройки это в общем-то кодеки которые вы выбираете их можно даже выбрать синхронизация громкости с телефоном ну и снижение задержки при играх когда вы играете чтобы звук не рассинхронизировался все очень просто синхронизации подключения через usb type-c называется хайп это фирменная фишка от huawei наушники в общем-то хорошо себя проявляют и хорошо работают осталось обсудить для кого мы при стоимости в 7000 рублей это неплохие наушники которые конкурируют с обычными tvs и неважно будь то это huawei или какая-то другая компания главное преимущество то что эти наушники вы носите на своей шее вы не потеряете их это практически невозможно потому что особенно если вы вот так застегнете их это полное кольцо наушники для постоянной носки вот в таком качестве они однозначно неудобны потому что они большие они большие они давят но они не вылетают из ушей и пассивная звукоизоляция очень неплохо также как активное шумоподавление наушники для тех кто занимается спортом фитнесом бегает например это прям прекрасный вариант когда вам нужны наушники на час два ну максимум три часа вашей жизни когда вы в одиночку занимаетесь неважно спортзале на площадке пробежка в лесу или где-то еще а второй вариант это те кто не любит tvs наушники когда наушники действительно нужны для дела и нужны ровно на время разговора как ни странно вот так сложилось у меня вышел обзор этих наушников на сайте и мне многие написали сказали слушай это идеальные наушники для моей мамы папы для пожилых людей они привыкли носить пинснейли очки на веревочке еще одна веревочка которая висит на шее их не смутит а самое главное что они не будут искать то есть действительно пожилые люди не пользуются твои с наушниками наш они их постоянно теряют они нервничают они не знают где найти эти наушники ну и так далее с такими наушниками этого не происходит ты кладешь на свою шею наушники утром и в общем-то долго достаточно можешь им пользоваться более того их не надо заряжать постоянно то что есть зарядка от телефона через usb type c разъем это вообще прекрасная штука я считаю что цена адекват на 7000 рублей и на сегодняшний день вот прямых конкурентов если говорить по качеству звучания соотношение цена-качество не то чтобы нет но это не самая популярная история у apple таких наушников нету samsung таких наушников нет honor не всю аксессуарику приводит в россию и huawei в этом плане молодцы потому что они максимально расширяют модельный ряд и делают максимум для того чтобы подобное устройство у нас появляется на этом пожалуй все удачи хорошего настроения можете прочитать обзор на сайте посмотреть обзоры других наушников коих миллионы но я как-нибудь сделаю может быть в мае может быть июне гид по наушникам что выбирать какие модели есть на что обратить внимание какие типы наушников существует конечно же free lace pro 2 туда войдут потому что это необычный форм-фактор и не все производители отваживаются поставлять такие вещи на рынок я напомню что у хавы есть еще кав сережки открытые наушники очень необычные и в общем-то смелые достаточно но и обычных твс наушников какие-нибудь freebats pro 3 и тому подобное их достаточно много на этом все удачи хорошего настроения оставайтесь с нами до новых встреч пока